Прости меня, лыжа, прости меня, лыжа Прости, что так поздно к тебе прихожу Прости, что раньше тебя не поздно Игры моего тогда я избрал Прости, что раньше тебя не поздно Игры моего тогда я избрал Но ты проводи меня в жизни, игру И сердце коснулся своей рукой Тебе поздно быть, посвящаю тебе Ты только не дай непогимой борьбе Вот, заносит скамейку Ну, мир вам, братья наши Верь тебе, брат Ты у себя там на ночи все? Никуда не переехал еще? Да куда? Никуда, да? Хотел на задах, отказали Аааа Отец-председатель согласен Она доча запретила Нужно я буду сторожать зимой до сторожа Очень вкусный чай Да, это знаю Разрешите? Андрей Дарья Николаевна спрашивает У нас листья липы здесь лежат Увезет Паспорт, поиск, пенсионный паспорт У вас с тобой? Паспорт Паспорт с собой, пенсионный Сережа, вот где Библия лежала Не-не-не, оставь Нужна будет Я ее там на полке взял Игорь, она вот там на полке лежала А мне нужно было с детьми занятия проводить Я рад, Библии нету, но как так А сегодня? Ну конечно Ааа Ты меня подколол прям Виноват, прости меня Прям на одну минуту Сергеев пришлось бежать за Библией туда Я все тут обыскал, нету Иван Андреевич Прости, брат Я даже не подумал об этом, что вам потребуется Перевод Все заходим Сейчас танкование будет Надо прийти Все заходим Все заходим Все заходим Господи, благослови наше собрание. Хвала Тебя, честь и поклонение, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Евангелие от Луки, 6 глава с 27 по 36 стих. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас, ударившим у тебя по щеке подставь и другую, и отнимающим у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку, всякому просящему тебя давай, и отзявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых найдетесь получить обратно, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите их взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Толкование блаженных эфилактов. Апостолы имели быть посланы на проповедь, и потому ожидали себе многих гонителей и наведников. Итак, если бы апостолы, тяготясь гонением, потом желая отомстить оскорбителям, помолкли и перестали бы учить, то солнце Евангелия погасло бы. Поэтому так Господь предварительно убеждает апостолов не приступать к вмещению врага. Но все случающееся переносить мужественно, будет ли кто обижать их, или неправильно злоумышлять против них. Так и Сам Он, с большой буквы Господь, поступил на кресте, говоря, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Евангелие от Луки, 23 глава, 34. Потом, чтобы апостолы не сказали, что такая заповедь любить врагов невозможна, он говорит, «Чего желаешь ты себе самому, то делай и другим, и будь в отношении к другим таков, каковыми желаешь иметь в отношении к тебе самому других». Если желаешь, чтобы враги твои были для тебя суровы, несострадательны и гневливы, то будь и ты таков. Если же, напротив, желаешь, чтобы они были добры и сострадательны, и не памятозлобивы, то не считай невозможным делом и самому быть таковым. «Видишь ли врожденный закон в сердцах наших написанных? Так и Господь сказал, «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». Робка Иеремия, 31 глава, 33 стих. Потом предлагает им и другое побуждение, «Именно, если вы любите любящих вас, то вы подобны грешникам и язычникам. Если же вы любите злобствующих на вас, то вы подобны Богу, который благ неблагодарным и злым». Итак, чего вы желаете? Грешникам ли быть подобными или Богу? Потом убеждает и кончиной, и наградой, ибо в награду вам обещал тот, что вы будете подобны Богу. Большой комментарий Игнатия Тихоновича Лавкина. Евангельское солнце будто погасло в православии. Христос ни разу, нигде не сказал, совершай богослужение обязательно каждый день по четыре часа, чтобы литургия непрестанно совершалась. Об этом нет ни слова, ни полслова. Но Господь непрестанно говорит о том, чтобы проповедь текла рекой и насыщала жаждущих. Книга Деяний, 18 глава, 9 стих. «Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай». Мысленно вообразим, что апостол Павел перенесся в наше время, или мы оказались в его миссионерском путешествии. Подчинились бы мы ему, его ритму жизни, или сразу на него сделали донос, исковали бы на него литургические вериги и принудили бы его отпевать всех мертвецов в Коринфе и Ариапаге, освящать воду в Тибре для всех римлян и делать все, что делают сегодняшние пастыри. Или стали бы все-таки проповедовать и учить людей, подражая ему. Если бы сегодняшний сенот все-таки сумел бы арестовать Павла и замкнуть его у уста, то как бы мы обратились к Богу, если бы не было бы его посланий? Если бы апостолы умолкли и перестали бы учить, то солнце Евангелия погасло бы. Господу Машему славу, Валерий Кирилл. В очередной раз слышал слова святителя Иоанна Затауска и наслаждался слогом, словом, не только смыслом. И у меня возникла мысль, а помню ли я, кто перевел-то вот с греческого языка на русский язык-то Иоанна Затаустова? И со своему стыду я не вспомнить имя переводчика. Кто перевел, Игнат Игоревич? Иоанна Затаустова. А это не один там. Логинов участвовал, они перечисляют. По частям же шло. Допустим, 4-й том только 100 лет назад нашли у Армян. И уже по частям растетнел и по всему свету. И многое утеряно. Он салмы толкует 5-й том, вершина его. Салом бывает перескакивает сразу на 5-й, а с него на 15-й. Это то, что сохранилось, что скорописцы успели записать. Магнитофон не успели туда привезти. Интернет не работал. Типографии не было. Так что переводы были разные, которые Феопилахта. А кто Феопилахта перевел? Авторы даже неизвестны. Я избрал тот, который нашел лучшим. И нападают. А вот там есть такой-то. И вы... Это разные переводы. Иоанн Золотомыс выходил на кафедру. Перед ним лежал перевод с 70-ти, с тептуагента. Симаха, Федатиона, Акилы. Это 3 перевода. Притом переводили не христиане. Ветхий язык. И он всеми 4 перевода раскрывал и говорил. Один переводит. Львы просят добычи. А Акила говорит. И богатые нуждаются. А что? А слово имеет столько значения. Вот я по-русски когда говорю, скажи, что такое коса. Коса. Коса вот женщина. А и косят коса. И взморья, где неглубоко коса. Вот понимаешь, как надо? А я скажу пары. А что такое пары? Пары спустила машина. Пары это распахали поле. Вот сколько разных значений. Есть слово, которого 18 значений. И только из контекста можно понять о чем. Так что с переводом здесь никакого автора нет. Попытки были разные. Но избираем лучшее. Ну, одним словом, я хочу поблагодарить Бога за то, что мы имеем возможность на русском родном языке слышать слово святителя Иоанна Заватаустова. Из всех переводчиков, чтобы Господь воздал им должное за их труды. За то, что нам доставлена такая благость. А болезнь, Татьяна Кузьмична. Ну, Оля, мы так порадовались. Она у нас в воскресенье прошлое была. И такая молодец прямо. А тут позвонила, опять заболела. Соклакова. Соклакова. Я говорю, ты давай закаляйся как-то. Вот Оля Соклакова. Поля у нас, Политыкина заболела. И Дмуха Поля. Ну, они уехали, они путешествующие. Помолитесь, они сегодня возвращаться будут. Вот Николай, путешествующий у нас. Ну, и Марина заболела. И Татьяна Александровна вот у нас тоже воску уронила на себя. И у него баба болит очень сильно. Ещё раз вот. Вот. Ещё хотела вам передать поклон от бабы Серафимы. И она прислала нам вот сушёную петрушку, сушёный укроп и мяту. Так что понемножку всем надо разобрать и поблагодарить её. Так ещё звонила, кто помнит Калентина из Казахстана. Помним. И она работала в лагере у нас. И она смотрит все абсолютно ролики наши. Низкий поклон всем передаёт. И, ну, скучает у нас, а приехать тяжело. Любовь Петровна болеет. Болеет Любовь Петровна. Она была в санатории? Плохо? Нет. Вроде бы после больницы собиралась в санаторий. Но сейчас плохо ей, видимо, не так. Ну, сходим с людей ещё. В очередной раз призываю вас, братья и сёстры, помните, всегда учите на крыльях молитвы брата Сергия из Воронежа и его мамы Татьяну. Вот даже представить себе трудно. Нос чешется или где-то, да, почесать. Вот знаете, такое ощущение бывает. Почесать невозможно. Ни рука, ни нога, ничего не двигается. Всё тело мёртвое. Это уже 15 лет. Это просто трудно себе представить. Даже приблизиться к этому состоянию невозможно мысленно. Сколько человек страдает. И при том работает. Работает очень много. Так что наши болячки, они, и что, по сравнению, не делают. Так, объявление переведи к Тамаре. Там, для неё тоже. У нас Николай Польгуев сделал три вентилятора поставил. Здесь и в храме два. Значит, они были открыты, ну, начиная там где-то с июля месяца, как сделали, и вот до приезда Игнатьевна сейчас Володе. Володя перекрыл дырки. Они перекрыты пенопластом и запенены. Ей переводи, запенены. Оттуда не дует. Она всё ещё думает, что там что-то дует. Я ей говорю, всё запенено уже. Перевелы, скажи, что там никакой мороз не пройдёт. В следующий раз дырки будут открыты, когда скажет собрание. Скажете, вот, всё, мы тут задыхаемся, значит, откроем эти дырки. Когда это будет? В июне или в июле? Будете решать сами. Да. Самостоятельно ничего не предпринимайте. Ну, я просто объявление сделал такое. Всё, дырки закрыты. Всё, теперь начинайте потеть. Можно ещё поклон передам от Анны Кузьминичной. Мы у ней были. Она, слава Богу, она ходит на своих ногах. Разум такой светлый, прямо разумный. Молится о всех нас. Сказала, говорит, я и ночью стою, о всех посморю. Как он передаёт. Что у Валерии как-то не будет? Всё так же? А Валерии тоже помните, да? Мужа Натальи приходит-ка. Чтобы Господь помог преодолеть. И Наталья это всё, это испытание, это пройти. Она судьба мылится. Да, я слава не здесь, как мама. Не здесь. Да, да. Ничего, всё, мы поможем. Наташа сегодня на имени. Да. У Натальи? У неё день рождения. Опять день рождения. День рождения или именины? День рождения. Ну всё, поздравьте её. Мы, брат, мы неоднократно воспевали многое лето именно в день рождения. Никто из нас не виноват, что мы рождены были названы не по имени. Как у вас дела там? Как с учёбой? Чё пока нормально. Нормально мне говорят. Пока отставание нет. Чтобы именинчик ложили, иначе. Брат, мы же дадим тебе слово. Ну давай. Говори человек. Ну послушай. Говори. Ну как, насчёт чего именно рассказать вам? Житие. Ну как житие твоё там, Павловский? Павловский. Да. Ну Павловский ничего интересного нет. У нас, у нас деревня и то веселей. В школе, ну в колледже. И слава Богу, как это неинтересно там. Да. Почему там интересоваться? Что у нас тут там? В школе. В колледже там. В Библии интересуйся и свою учёбой. Я молодец больше. Ну дай сказать. Ну я просто не знаю, о чём рассказать про колледж именно. Ну как там у тебя с твоими, эти методами, с товарищами по жилью. Нормально? С товарищами по жилью. Ну эти у себя в комнате сидят, играют в компьютер. Шосед мой часто на такси, он таксует, у него вот машина есть. Он в общем ездит, таксует его обычно до вечера не бывает. Только вечером приходит в кровать, заваливается и всё, до утра. То есть ты там сам по рекламу? В основном, в основном сам в этой комнате сижу один. С учём исправляешься? Да. Ну слава Богу. Нравится? Хорошо. Как у Фрости дела? Вон она, вон. Как дела? Неплохо. Неплохо? Всё, успеваешь, всё. Терентий? Готовь Нестер. Нестер, Нестер. Всё тоже хорошо. Ну и слава Богу. Слава Богу. Папа-то работает? Папа. Да. Работает? Калынич. Предельно что-то. Нужда в чём есть? Нуждаетесь в чём-либо? Нет. Не нафть, а сегодня в кедах пришла резиновая. У них всё время в куплей каши. Ну такой холод уже. Может быть сапог не в каши. Они не резиновые сейчас. Не наоборот жарят. Лена, я спрашивала, обувь на осень не пьет. Если она пришла, она сделала свой выбор. Да к ним там ходить сколько? Пускай нормально всё это. Я всю зиму в кедах хожу. Что сделаешь? В машине. Так, ну один словом есть. Ещё у кого есть? Я хотел сказать про дни рождения. У нас в последнее время вот это вот зачастили. Дни рождения, день рождения. Раньше всё время приходили, Татьяна Кузьминична писала, именины у кого? Именины. Слово именины и день рождения. Все понимают о чём я говорю или нет? Да, день святого. Ну раз вы все понимаете, тогда день святого. Вот Наталья, Игорь, Алексей, Василий. Здесь которые присутствующие, там и далеко присутствующие. Это люди, простые люди. А имена они получили по именам святых, которые прославились на небе. Я грешник окаянный, а остальные может святые. Ладно, начинаем прославлять их. Меня не надо прославлять. Именины будут Игоря? Вспомните. Вспомните святого и что я тут у вас есть. Всё. Готово. Дни рождения. Да день рождения хуже, чем день смерти. Написано, день смерти лучше, чем день рождения. Вот кто умрёт у нас святым, будем прославлять его, поминать как святого. Даниил, он святой, застреленный. Вот можно его хоть поминать, хоть кого-то, хоть за что-то, как святого. Не прославляй, многое лето. Ну многое лето, а когда именины наступят, опять многое лето? И два раза? Два день рождения, что ли? Да мы ни разу. Именины нет. Ну я имею ввиду именины, а не день рождения. Ну день рождения подошли, там поздравили человека. Родился там или как. Я поздравляю на дне рождения, вот сестры день рождения, я её поздравляю, что мама, мама её родила, и она жива, здорова родилась. И поздравь, говорю, мамочку, что она тебя родила с отцом. Вот кого поздравлять-то надо больше всего. Ну родился ты и родился. В 14 лет мне Господь вложил в разум, что ты что делаешь-то? А начали тогда уже с вином, маленький же, охота чего-нибудь такого, винишко там плеснуть. И меня это что-то так задело. А зачем это всё? И я отказался от дней рождения. И я до сих пор никакие дни рождения не праздную. Мои. В 30 лет не праздновал, в 15 не праздновал, в 25, ни в одно, начиная с 15-летнего, я не праздновал дни рождения. Никто не собирался, никаких застольй не было. Почему? Ну мне тогда казалось, что это какая-то глупость. Человек родился, и он через некоторое время скоро в могилу сойдёт. И все радуются, что они идут до могилы. Так ты с Богом, вот с Богом понятно, именины тут всё ясно. Чего вы эти дни рождения заладили? Прости Христос, брат. Разумел. Разумелись? Да. Вот так. Ещё у кого есть слово? Да, брат. Сергей, возьми. Да, конечно. Они в Дуннику уходят с косяками. Ты здесь будешь? Дуннику уходят с косяками. Дуннику уходят с косяками. 18 сентября. Изначально что было? У меня мысль это давно пришла посетить родных. Ну и вообще там с братьями пообщаться, через которых я уверовал. Там Адрей Смелягин, Володя Пищиков. У них там поучаствуют в благовестии. Но я не знал, потому что я, так сказать, в этом вообще, в любом решении очень решительный. Ещё знаю, что Игнать Иванович будет против этого, конечно, обязательно. Но молился об этом и размышлял, как это всё сделать. Ну и потом всё-таки решился. Подошёл к Игнатью, ещё один на один. Начал с ним беседовать. Он, конечно, против этого был. Но смирился с моим, как говорится, желанием. Так он сказать. Я не знаю, вот сам пояснить, может, потом дальнейшее. Но я так понял, что он, в основном, его благословения не было. Но я решился ехать и всё-таки настроил на своё время. Поехал. Приехал. В 18-е выехал. В пояс я сел уже там, в Корчино. Ой, нет, подожди, в Корчино. Где я садился? В Бануле, да, я садился. Я же сюда приехал. Путь предложил. Со мной ехали в плацкартном вагоне, две женщины ехали. Одна учитель в химии, женщина молодая, а другая с тематологом. вот с ними у меня была беседа, небольшая благовестия. о Боге рассказывал. И как раз им свидетельство обидливо стало. И подходит мужчина, держит ребёнка на руках, ну, ребёнок такой небольшой, грудной. И стоит такой, и говорит, аминь, аллилуйя. Я понял, что это не православный человек. Всё, и в дальнейшем он меня пригласил к себе туда, где у него в этом же вагоне. Всё, я к нём подошёл, оказался баптист, мы с ним побеседовали на разные темы по Библии. Я ему разные стихотворения рассказал, баптистские, которые мне нравились. Там ещё жена у него, она говорит, нравится Вера Кушнир ей, вот эта поэтесса. Я говорю, я тоже уже знаю. Ну, да. Ну, и, конечно, потом повёл нужное нам русло, то есть вопрос о церкви и о рукоположении. А ещё прежде до этого захватили о крещении. Что такое крещение с ним. Так был я удивлён, конечно, я слышал многое и встречался, что вот так вот упереться, именно слово, например, о крещении, Ивангелия Теяна 3, 5, Господь говорит, через то не родится от воды и духа не водит в Царство Небесное. Он подразумевает под водой это Слово Божие. И как Господь говорит, и потекут из вас реки воды живой. То есть по слову вода у них подразумевается Слово Божие. Не буквально подразумевается. И так же вот Деяние 22.16, Деяние 2.38, это всё не подразумевает, что это и речь идёт только о Слове Божьем, не о воде никаком. То есть крещение идёт к Слово Божьем. То есть никаких прощений, грехов нет. Вот. Ну, на этом говорится. Потом о рукоположении за тоннувый вопрос я ему места писания привёл. Вот. Тоже не вмещается. То есть как в дальнейшем будет, один Господь знает. Вот. Дал нашу визитку. Потом приехал в Екатеринбург. Это было примерно через двое суток. В Екатеринбурге тоже пересел на поезд и ехал уже в своё село родное. Это 100 километров от Екатеринбурга. Село Покровское называется. Артёмовский район Слевоской области. Вот. Сел. И сзади меня сели тоже две женщины. Я уже ехал в общем вагоне. И одна из женщин разговаривалась с другой, говорит, я очень люблю читать. Первая моя книга, которую я прочитала, говорит, Куприна, Яма называется. 14 лет. А так как я смотрел этот фильм, уже лучше бы не читала. Да, да. Ну, где-то отец мне, отец, говорит, когда увидел, что я читаю, говорит, забрал меня тут-нибудь. Я говорит, еще рано читать. Забрал, говорит, у меня. Вот. А я повернулся, говорю, я как раз знаком с этим произведением. Я ещё, знаете, что фильм поставлен. Он говорит, да, знаю. Вот, разговорился с ней. И, что, говорю, лучше, читать Евангелие. Достал красный как раз Евангелие. Я здесь зашёл, когда был в Барнаволе перед тем, как ехать. И взял пачку отсюда Евангелие красный. Спасибо, Христос, братьев за это. Вот. И подарил, там, ещё три человека протянули руки. Я тоже им подарил эти Евангелие. Говорю, лучше, говорю, вот такие свихотворения, говорю, читать, говорю, поучительные, вот как есть, говорю, Никитин Иван Саевич, он написал, называется свихотворение Новый Завет. Измученный жизнью суровой не раз о себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя сил, как дышат святые звуки божественным чувством любви и сердца тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь всё чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, исущего в мире значения причина и цель и конец, и вечного Сына Рождения и крест и Терновый Венец. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума души. Вот такое свихотворение, я его давно заучил, уже повторяю неоднократно, чтобы не забыть. Ну вот, к слову пришлось. Потом, уже когда приехал к себе туда, село Покровское, я ролики, там, первый ролик заснял, как я ухожу из поезда, рассказы о том, как у меня там было благовестие, как я здесь на этой остановке выходил. Ну, то есть, такой поучительный ролик получился. Очень много заброшенных земель у нас там, в нашем крае, совхозы в основном развалились и стоят аж эти, уже сосны растут, то есть, земля запустения. Тут вот наш, хоть брат Игорь, барабаш трудится, как-то его сделал, а потом мы все запустим и все. ну, это, пришел, жил я у своей тети, где зовут Наташа, прошу помолиться за ее обращение. Ну, и там другие родственники, к сожалению, они у меня не верующие, в душе, как что-то теплится у них, а так, в основном, нет. разговоры о Боге, для них это очень тяжело, они не хотят слушать. Вот, вот я у нее прожел две недели, там кое-что помог, там у нее всякие, есть деревья клюновые, которые работам неизвестны, я также пилил, колол, ребятишек, своих племянников, всех, которых раньше не видел, потому что 9 лет уже отсутствовал, там, они все выросли, даже и, когда еще, когда родились, я их не видел, все, ну, не суть, то есть, они тоже мне помогали, все это, в работе, им нравится, главное, это все, потому что их все время, родственник, как бы, так, немножко, тетя говорит, пускай, пускай там, лучше, поиграется, нет, пускай, поработает, ну, и вместе с тобой, тем более, мне понравилось, вот, ездил там, в разных своих родственников, посещал, а то у меня все заснято, и она, почему-то, решил в интернете не вставлять, думаю, а что там возьмешь, ничего не возьмешь, так, поговорили только, в основном, а боги не хотят слушать, ну, может, что-то я выставлю, вот, а в основном, самое, что для меня очень приятно, для моей спасения души, это я поучаствовал в благовестии с братом Андреем Смельагином, у него там, бурная деятельность в этом отношении, все, которые священники были против него, сейчас, наоборот, ему помогают, в этом, в деле проповедия, то есть, что значит молитва и доверие богу, вот, он, что, у нас есть, в нашем селе, центр надежды называется, там отдыхают пожилые люди, пенсионеры приезжают, две недели, и вот он, каждый заезд, две недели, он приходит туда, и благовестует, то есть, собирается народ по желанию, и он там рассказывает о Христе, по слову Божьему, дарит им новые заветы, гедеоновские, синие, премьян подарил, и четыре человека сразу, через некоторое время, возвратили, нам, говорит, это не надо, вроде как, а красных евангелий, вот такие, как у нас, и у него нету, я вот ему дал одно евангелие, он там, это, адрес писал, вот, с одного евангелия, может быть, надо помылить, чтобы Господь ему дал, потому что без этого очень сложно, наши православные, к сожалению, соблазняются на это, ну, и других тоже на это тянут потом, что это не православное издание, и вроде как сектантское, нельзя брать, так же, я вот там привел вот это стихотворение, Молозавет тоже понравился им, рассказал о нашем детском православном лагере, потому что там был вопрос о воспитании, один мужчина очень активный попался, там ролик есть в интернете сейчас стоит, иначе наше выставил уже, и вот пришлось рассказать, какой у нас был детский православный лагерь там, ну, и как вообще происходит наше, как в воспитании детей, вот, потом, встречался с братом Владимиром Пищиковым, его не записал на камеру, потому что хотел на 2-е воскресенье записать, но, так получилось, что я к ним не попал, ну, так, только поговорили, и все, то есть мы без камеры, у него день, уже четверо детей, в храм, я так и до конца не понял, он ходит, но, как я понял, редко, то есть духовно, немного охладел, именно по отношению к тому, что священники там, одно время запретили ему занятия вести, там вообще против пошли, ну, и, наверное, с молодушницей немножко, вот, а так, слава Богу, ну, и познакомился там с другими людьми, брат меня познакомил, с ним побеседовал, тоже есть ролики выставленные, так, слава Богу, вот я вернулся, и хотел еще съездить в Москву, там есть знакомые, в основном через интернет, а в основном хотел стоять с Катей Атинниковой, очень расположен к ней, но не получилось, хотел продлить, но Игнать, значит, сказал, через две недели вернуться, значит, ты должен через две недели вернуться, значит, ты будешь лжец, и мне пришлось, конечно, с большой огорчением, и потом Господь так повернул, что я уже ничего не смог сделать, я хотел даже ехать, вопреки этого благословения, но Господь повернул, и я вернулся обратно, то есть, во вторник я уже был дома, как обещал, ну, вот так вот, по милости Божьей, вот такое вкратце у меня все это было происходило, слава Богу, спасибо, что за боль. Аллилуйя, помоги, Гусава Христова, Англия. Игнать Тихонович, нам слово. Ну-ка, вот ключи от калитки, поднимите руку. Так, вернут все, как каждый год делаем, но мы сохраняем, практически не теряем, а весной я раздаю. Вон ключ. Так. Она отдала, моя щит. Ключи. Вон, не выключите. Я не учусь приезжаю, но она уже открыта. Я пока о плоских делах поговорю, а то все духовные забыли, что на земле живем. У нас, у Володи, в огороде стояли большие, высокие, ну, что, прямо, лаппат, примерно, вот так вот, липы, и они мешали, тень такая была. Мы убрали их, и вот листья, сушили тут все, и сейчас на столе лежат 9 пакетов. Это очень целебный, хороший для чаю. Берите, кому надо, сейчас, прямо сейчас, чтобы я видел, что берете. Подай, вот вас сколько, возьми, столько пакетиков. Еще берите. это он в Павловску везет. Тоня не брал, возьмите, я прошу. Павловск, внизу стоит еще пол мешка, полный. Берите, рядом с лаппат, большой, большой пакет, возьмите. Красный, кажется, там подпись, там большой. Нет, Тоня, посмотри, там большой, как-то пакет. Литр. А уже многие набрали. Тараси, бери тебе. Внизу все належо. Второе. Так, умеете быстро. Приехали в Волжино, и было так удивительно в Потеряевке. Впервые Игорь Барабаш закончил уборку урожая полностью. Под снег ничего не ушло. И Бог дал необыкновенный урожай. Обычно, если пшеница 16 центнеров, считалось неплохо. У соседей там 13 гектаров, а она еще 40. Он показывает, говорит, вот раньше колосок один, а сейчас из земли вылазит три колоска. Откуда они взялись, говорит. И вот торгует он горох. Гороха у него никогда столько не было. Там приехали сразу 15 тонн. Так как купили. Сейчас дешевле, чуть не в два раза. Ему негде хранить. До весны бы дохранил, да было легче. Он купил сушилку, чтобы сушить. Ниже должно быть 18 или 15 градусов влажность. Отдал практически миллион. Вот как все обходится. Он не пашет, а надо, чтобы солома дробилась, и тогда найдет удобрение. С города приехали. Они день-день там были, привезли, это там такая, как пропеллер. 75 тысяч. На следующий день, кажется, еще что-то, еще 75. Расход у него покрывается за счет только животноводства. Пшеницы много, ечменя, и он делит, поднимает там в два метра высоты, и там склад. Вот я шагами на улице промерил, там пшеница лежит, примерно 100 тонн. Теперь у него гречка идет, болеть даже негде. Он с той стороны, надо второй склад, видимо, строить. Я к чему говорю, прославить Бога. Как удивительно, Бог все сделал. И все у него работает. Там Иосиф Кустинов, он на машине, и я ездил, все снимал. Вот это, что сейчас снимает, это называется видеоролик. Маленькое кино, как бы за лето у меня вышло так полторы тысячи роликов за четыре месяца. Полторы тысячи. Мы показываем всю жизнь, чтобы люди увидели, как у верующих, какая жизнь. Так, Ваня, вы мне, дроботы все нужны, верни сюда. Вы это, не уходите. Садя, а вас греть будет. Вы на занятия собираетесь? Всех сюда до одного. И мама еще зашла. Галина Александровна. Как нету? Ксюша. Ксюша, вы хотя бы остались? Нынче я рыбачил. И рыба это маленький гальян, потому что большой не успевает вырасти. Я сейчас пошлю по рядам, вот посмотрите, ну это большой, даже меньше, вот. Можете взять и пожелать, увидеть. Какой деликатес? Возьми, не пожалеешь. Спасибо, Христос, вы нам присылали летом. Очень. Передай, я про нас присылал. Это Сергей. Устином дали мне называется Краболовка. И там один раз я поймал, мы пересчитали где-то 733 грешек за раз утащили. Вашингтоне живет человек Потапов Виктор Протеиурей. Он издал вот такую брошюру. Он был единственным радио-проповедник в советское время со стороны православия. В Вашингтоне был. И он провел меня там, и я тоже выступил по голосу Америки. Очень хорошее, это было еще до акта о каноническом признании, кому дать, чтобы сохранили себе богатейший материал, исторический другой, Потапово. Если какие-то у вас верующие, сохраните только, сохрани, Василий Николаевич. Так, кому дать еще? Берите. Так, если не хватило, в следующий раз принесу еще. Принесите. Забуляем. Галина Александровна. Галина Александровна. Я думаю, это такая. Ты что, я не читал? Так, а вы в это время молитесь, чтобы все было как надо. Она объявила сбор, кто пожертвует для роботов. Через нее свой телефон. Я каждый день выставляю в интернете это, в событиях дня. по благословению батюшки она делает. Дальше. Средства эти никуда. Распределять только советом со мною и Виктор Андреевич и батюшка. Я вас спрашиваю, вы Галине Александровне доверяете, что какая бы там сумма не была? Конечно. Пред Богом все это. Кто не доверяет ей, что в ее руках будут эти деньги? Да они у нее уже есть. Так. Я понимаю, что вы все одобрили этот рыбок? Мне сообщают, допустим, перекинули там 500 рублей. Это деньги. Я сказал, если неверующие, ни копейки не получат. Почему? Это канон такой. Если епископ умирает и имение подписал неверующим, даже отпевать его не дают. Канон. То есть верующим, мы помогаем верующим во имя Иисуса Христа, во имя Спасителя нашего Иисуса Христа. Мне кое-что скинули. Сейчас у меня на телефон все время набирается, 10 тысяч набралось. Я отдаю Галине Александровне, она нас снимает, может быть, сегодня снимет. Делайте тайны. Тайна это другое. Подойди сюда. Первый вклад. 50. Я сказал, что фонд должен быть доведен до 7-значной цифры. Вы понимаете, что это такое? Когда они вырастают, нужно сейчас ту обувь, там, глядя не по размеру. Я молюсь об этом, и Господь уже работает, делает. Поэтому вчера еще сделал объявление и раскидал по друзьям, кто может. Другой совсем немножко. Я получил действительно зарплату и тысячу перевел. То есть 10 тысяч его зарплата, он десятину отдал. Это разрешается. Мое там ничего нет. То есть мое там все, но какое, когда пенсия, у меня дохода от никого нет. А вот уже кусочек первый приступил. И это не последнее. Вы слышите, дроботы? В руки других никогда не попадет. Только конкретно по назначению. После совета. Виктор Андреевич, вы согласны в совете быть? Да. Ну, батюшка сказал, ну, тут я, больше никого нету. И мы выносим все на обсуждение в общину. Это фонд. Дальше. Сейчас я попрошу Андрея отвезти ребятишек и то, что дам. Слушайте внимательно. То, что я дам, это не мое. Это мне помогли. А у меня осталось. Я по деревне развез там по мешку рожек. Мы не продаем ничего. Даем это бесплатно. Условие одно, чтобы ничто не пропало. От мышей и прочее там как. Вот я принес траву, это бесплатно. Целый день я с этой возился, калины. Это бесплатно. Сегодня я принес на столе или где? Ага, вон там перепутанная коробочка. Помидоры. У нас помидоров много. Они начинают быстро спеть, мы истопили. Мы вам даем и возвращать тару. Что, летом давали где-то? Картошка. Сколько у вас осталось? У нас уже заполнили погреб. Мы купили картошку. Еще сейчас не нуждаетесь? Да. Мы приготовили и вас ждет. Морковка есть? Есть. Есть. Ну, морковь привезли. Да, куда нет. Или морковь, я не знаю, как даже довезли. Возьмите. Так, что можем? Так, я могу дать сейчас муки? Нет, нет. У нас мешок еще есть. Не нужно? Пока у нас еще мешок есть. Так, вермишель? Есть все. Есть? Сейчас не надо? Сейчас не надо. Рожки разные? Тоже есть. Так, растительное масло? Можно. Можно. Так, я вам дам то, что есть. Сразу скажу, что сахару я дать не могу по температуре вашего дома. Его сразу переведут в другое. Если бы было где-то варенье, его где-то там отдельно сделать, чтобы чужие руки не попало, я бы тогда дал. Могу дать. Вот вы подумайте, когда сделаете безопасность, чтобы ни одна сахаринка не пропала, только пошел к вам. Вам и отцу. На еду, не на перевод, на то, что дурманит голову. Я это говорю, не унижая никого, потому что это наша жизнь где-то. И вы тоже это помните. Вы поняли, я о каком ходе говорю, что это не 2 рубля. Не 2 рубля. потому что у вас будет своя жизнь. Сахаринка у них будет. А? Так. Ну, это почти все. В интернете появился ролик. Вот сидит Владимир Головин, которого гонение сейчас там, в Татарстане. Ему засветили служить, и все, на 3 месяца. И он, который диктор, сидит там рядом с ним и говорит, вот поступил вопрос от Дробота Андрея. Какое ваше личное отношение к Игнатию Тихоновичу Лапкину? Там не Дробот Андрей. А кто? Там другой. Дробот написано. Я несколько раз прослушал, четко ясно, даже с аппарата могу слушать. Не знаю. Дробот Андрей. Не писал отец, не знаешь? И он отвечает на это. Ну, как относиться? Когда говорит, любите врагов. Это христианин православный. И дальше говорит, говорит все как есть. Я нынче собирался в Потеряевку, но обстановка, то есть на него такое давление, я не смог уехать. Я обязательно поеду. Там есть чему поучиться. И я ученик его. Понятно? За него молитесь. Владимир, отец Владимир. Попутно напоминаю о Глебе Грозовском, которого осудили на 14 лет. Сегодня за убийство больше 7 лет не дают. Там что-то где-то с детьми, ничего не доказано. Не доказано, и он не говорил. А как о нем молиться? Я молюсь так, Господи, дай силы все перенести во славу имени Твоего. Никак. Я не могу не доверять ни суду, когда я не знаю, но ничего не могу сказать, кроме того, что мне дана власть молиться. Если бы он пострадал где-то от гонений, там как-то слабину дал бы, то я как исповедник имею власть ходатайствовать за него и сказать, будьте помягши к нему. Это так трудно было вынести. Я сам перетерпел, и как я остался живой, не знаю. То есть это прямо дается в каноне разрешение. То есть мне очень большая власть дана ходатайствовать за тех, кто не очень выдержал во время гонения. А тут другое дело. Я попутно спрашиваю. А Соклакова Оля где? Болеет. Болеет. Она просила картошку, я от визы посылали мы. Ну я посылал, записку поставил и по телефону говорил. Кто войдет, не знал. Ну в общем, кто может разузнать нужна ли она в картошке или нет. Я позвоню. У нас много картофель, много, ну сколько, мешков, наверное, 6. А мешки-то там неполных 3 ведерка. Она, конечно. Мелкая. Но ей увозили, только не знаю кто. Присылали вы, да, она забирала. Забирала, ну слава Богу. Она просила больше, больше мы не можем. У нас просто нету ее. Относительно картофеля, мы на работе, когда работал там, то от предприятия ездили куда какой-то район и там все сажали, потом помогали машиной своей от предприятия. Но один год что-то не было или как. И нам наши верующие, знакомые дали картошку. Примерно вот такая вот была. Мы не могли на радость. Ее перемоешь, подсохла. Теперь вари. Нормально вари. А после этого перетолки, если где-то... А кожурка, она больше кальция содержит. Вот в Германии вообще картошку не чистить, говорят они. Так. А что ее чистить-то? Она вся съедобная. Кому нужна картофель вот такая? Не крупная. Мелкая. Так, Валерий, нуждаешься? Нет. Ну у нас она есть. Мы опустили сюда, мы можем дать. Мы сами так и делаем. Игнатьевич, ну так дайте Оле, если у вас есть немного лишней. Оле Соколковой тогда дайте, если у вас есть немного лишней. Ей больше надо было на девушке. Ну, в общем, поговорить. Правильно пользуется. Мы были рады вот такой, и мы с Визимом пропитались, и нужды же никакой нет. Чистить ее не надо ножом. Чистить там еще не останется. Кто сильно нуждается в картофеле. Крупная есть, но у нас в обрез. Но все равно мы можем дать. Вы помните, мы вот двое, и мелочь вот такую вот. Перемыли, а потом ее как, и ягоды живем, и все. Раиса Бабарая хочет ведра три дадите ей. Конечно. Мелкой, мелкой. Так, Володя, ты все запоминаешь, что говорят. У нас в пыльщик приезжал человек из мусульманской среды, Татарстана, и принял крещение. Он передает всем поклон. Его звать Сердар. А в крещении он принял имя, которое в православии нету в святцах. И никто не называет сейчас его. Ездра. Ездра. Это единственный в Библии герой. Столько сделал, и никакого порицания в его сторону. Ну, Давыд делал, а что за Давыдом-то? Отнял чужую жену, убил хозяина. Ну, то есть, два смертных греха. Про Солмона вообще тот собратился, идола всех затащил в Иерусалим. За этим ничего нет. Кроме три книги им написаны в Библии. Он собрал весь Ветхий Завет. Это и он. Он собрал книги. Он вывел народ из плена. Он отстроил Иерусалим. Восстановил стену. То есть, даже все не перечислишь, что он сделал для народа. И его в святцах нету. Вообще необъяснимо. Я нахожу ответ тот, что это Библия связанная, и монахи его просто презрели, не записали. Потому что они прямо воевали против свидетельства везде. Им это не надо было. Он передает всем поклон. Спасибо, Христо. Работник хороший был, и прямо кого видел, и в частности передает. У нас нынче был опять, второй раз уже приезжал Сергей Егорович Игнатов, юрист, юрист из Донецкой. Там Углидар город. Тоже передает всем привет. Он принял крещение, съездил. Ну, знакомый наш освященник принял крещение с полным погружением. Дальше спрашивали о переводе. Я поход маленько отклонюсь. Перевод кто делал? Мы можем назвать несколько авторов, а другие просто неизвестные. Но не старообрядцы. Они не признают перевод Библии и не признают Златоуста. Ну, может, кто-то как-то читает, а вообще я беседовал с такими знатными, важными, говорится, с толпами старообрядчества. А это не коняне, все исказили. А с чем вы сравнивали? Он не может сказать. Ты должен знать оригинал еврейский язык и сказать, вот перевод неправильный. Ни одно язык, ни одно слово не знаешь. С чем? Я все время вспоминаю слова Исидора Пелосиот. Он говорит, предвзятость не дает здравого мышления, то есть заранее настроено. А злоба вообще отнимает разум. Это не коняне испортили, златоуста испортили, блаженного пепелакта испортили. А поэтому своего нет и ничего не надо. А зачем? Вот так сатана смеется над родом человеческим. Мы должны благодарить Бога за синодальный перевод 1876 года. Лучший перевод в мире за всю мировую историю. Самый лучший перевод. Ну, когда говоришь, а, вы это... У меня изорвалась фуражка. Я попросил Надежду Васильевну шить, вот, посмотрите. Так там в интернете еще делают, беснуется буквально. Другие это огненное, а другие начинают материться там. Почему? Вот он флаг. Лучший за всю мировую историю флаг. Лучший. Он может быть сегодня в Америке принятый. Может быть, у мусульман, у буддистов. Разницы нет. Слушай внимательно. Почему? Потому что все, кто бы ни был в горах, в море, где рождается, везде рождается в крови и живет человек на земле обогренной кровью. Вот в таком положении, в горизонтальном. Но он должен поднимать глаза к небу. Синее небо меня так манит. Помышляйте о горнем, а не о земном. Вон у нас написано. Ищите горнего. Горнее это небо, это голубое. И третье, только в Библии написано и увидела великий белый престол. И сидящий на нем от лица которого бежало небо и земля. Это история мира. Это возведение на небо. Это проповедь. Нет такого флага. Бывает, вот так вертикально, там разными цветами стоят. Она ничего не говорит. Но сегодня я перехожу в одно состояние. Украина там желтая. Я говорю, а что означает? Подсолнечник. Друг говорит, нет, это пшеница. Подсолнечник уродился, не уродился. Речь идет, все попадает на красную полосу. Поэт польский Мисхевич говорит, земля пропитана от коры до центра крови людей. Вот она, первая полоса. И при том, в равной степени, когда без этой курицы двуглавой, вот второе небо. Только об этом размышляйте. И помните, всем надлежит представить присудилище Христовым, чтобы каждому получить соответственно тому, что делал в жизни, доброе или худое. Второе Коринфянам 5.10. Вот, это ни в каких книгах священных у других народов не написано. Это написано в Святой Библии. Так этот плак, это батюшка привез. Он уехал, там был в Туле, отец Александр, Иван Суворов. И он зашел в магазин там где-то, ну что Иначе подарить? Вот что-то хотел, батюшка, да у него это есть. А вот флаг, о, вот это он привез. И он посоветовал уже с батюшкой, ну вы видите, как мы поставили. Помните это, это не человеческое. Это божественное откровение жизни, мировой истории, все в этом флаге заложено. Кто его, когда говорят, ну Марсельеза, когда была там во Франции, вот в таком порядке, они перемешаны, и говорят так, это ничего не значит. Здесь именно восхождение, от земли к небу, от земли, от рождения до страшного суда. Все здесь. Так, у нас была печать, и печать утеряна. К этой печати имели доступ только трое. Я, брат Севастьян и сестра Людмила Степановна. У меня нету. Я уезжал, говорил об этом. Где-то не вижу, Адрик Сей был здесь, чтобы он помог нам. Кто потерял? Я говорил тут, говорили, посмотрим, ответа нету. А я давал. Давал, почему? Потому что говорят, там документы, и надо поставить, пищать. Но я и дал, и я нету. На днях у меня тоже была потеря, потому что была тревожная обстановка, я приезжал здесь, и положил деньги, где там приехал. Где? Я начал тогда, нету нигде. Давай, я вот сажусь в машину, деньги при мне. Приезжаю туда, Володя показал. А куда положить-то там нету, потому что он с людьми я один. Я-то стал смотреть, я в двери захожу, вчера я поэтому, я прохожу вперед, и сумочки все вынимаю, беру деньги, я как вижу это дело, и поднимаю, клеенка где, я туда, не клеенка там, я туда подложил, закрыл, я туда даже не посмотрел. А сейчас не нашли? Ну, как начал, потеряю, к нему уехали, я не нашел. А, ну там и будет лежать, пусть лежит. Ну, там и будет лежать. И при том, деньги это, не нашего, не наши деньги. Там хорошие. Я заранее сказал, господи, если я найду, все в фонду робота. Где бы еще не было. Так, сегодня 10 тысяч на телефон мне накидали. Я говорю, Александр, прошу снять, это тоже идет в фонд. Так что думайте сами, кто чем может, как ты. Это ваши внуки, ваши дети. Никто не просит невозможное. Мне ни копейки, это и нет. Основание положено. Переводитесь, не сидите. Вот день смерти лучше дня рождения. Брат Игорь об этом говорил. Вы понимаете, сколько в этом всего заложено. Люди хотят задерживаться на земле. Это никак не отмечать. Отмечать можно. Как? Особой благодарностью Богу, что недостойного, грешного, нарушающего заповеди. Меня он хранил, ангел меня не отверг и не отбросил. Благодарю Тебя, Господи. В этот день желательно прочитать канон ангелу-хранителю благодарственной. Этим отметить его. Добрыми делами. Посетить больных. Причастить, если есть возможность. День отмечать только так. Потому что нашего в этом день ничего нет. Еще один год прогрешили, но еще шаг сделали к смерти, и давайте праздновать. Ну, смешно даже. Так. Вот теперь говоришь, я попутно все о чем говорили. Крещение толкует. Это просто вода, это Слово Божие. Кто жаждет камней, иди пей. 7.37 Евангелия Тиана. Это правильно. Но это учение молока. Духоборных называют. Ну, а как они объяснят то, что и приходили на Иордан и крестились. Хрещение, ну, вот Христос говорит, явление Христа народу. Картина Иванова. В Третьяковской галереи. Где? Вода. И написано, и крестились, запятая, ибо там было много воды. Ибо там было много воды. Какой много? Много Слова Божия. А его проповеди-то не было еще. Так, брат, минутка я вопрос один задам. Выходи. Я тогда отвлекусь чуть-чуть. Однажды случилось так. Я во сне один и слышу, ко мне в ноги заползает змея. А у нас там ужи только бывают. Раньше гадюк было много. Сейчас нету. Ни одной нигде нету. Я проснулся и змея замерла на ногах. Я чувствую ногами под одеялом. Я потихоньку одеяло убрал и зажег свет. Гляжу, змея лежит черная на ногах. Вот представь себе, это среди ночи. Сейчас в ночи было так. Ну, время молитвы. И Господь так меня разбудил. Я потихоньку руку протягиваю, беру это большой черный шнурок. Лежит. Откуда он взялся? У нас никто ботинки не носит. Я составил на молитву. Я думаю, это указание. Никогда в жизни так не было, чтобы сон перешел в яш. И я вижу, она вот так вот лежит, свернулась. И кажется, в этом месте подняла голову. Вот там что-то... Все как надо. Ну вот оно где. Что смеетесь? А для меня ты не смел был. Я составил на молитву. А в это время на меня нападает прокурор района, что смести лагерь, где мы уже превратили его в музей. Я передал, он мне не принадлежит. Стояние. Я встал на молитву, помолился, потом попрошаю Господи. Говори, Господи, слушай, это раб твой, как мы молимся. И как высветилось передо мною. Подай на прокурора в суд. Прокурора в суд? Да кто я такой? Подай за клевету. И чтобы он отстал от вас. И скажи местописание. Вот как будто кто-то говорит. Я не слышу ничего. Вот такое ображение. Я это как будто не слышу. Продолжаю молиться. А у меня нет. Молитва вся как будто устранилась. Я одно. Сначала подать в суд. Потом остальное пойдет у тебя. Я не доверяю себе. Утром рано, манехонька, батюшке. Такое дело. Ну, что ты думаешь? Я говорю, слушай внимательно. А что за это? Я вот сюда сразу раз в интернет зашел. Говорит, а вообще это здорово. Другие это говорят. Я тогда Игорю, Лене, барабашам сказал. Он мне говорит, ну, если тебе откровение такое, я считаю откровение. Ну, а дальше уже брат знает. Ничего не сделали за лето-то? Так что мы молились, всех подняли на ноги, а он раз за разом бьет председателя сельсовета Корченского, Трушакова, Людмила Алексеевна, что чуть ли не соответствует, такое прям, чуть ли она не соответствует своей должности. Не может убрать это, то, другое. А я так не заехал. Она приезжает к нам, потеряя в пол. И везде прошла, в бывшем лагере. И даже на щердах залезла голубей посмотреть там где-то. И они там по закону, а я начал тогда писать. Приехал сюда, послал на Путина, на Думу, на Медведева, на Жириновского, на Поклонскую Наталью эту, ну, КПРФ, то есть везде разостал письма. И приготовил средства массовой информации. Ответы дают стандартные. Разобраться на месте. Прокуратура. А это прокуратура, она что будет? Она никого не присылала, не смотрела, параскуна нету. А это одно и то же. Но ответ дают. Вы ничего нового не представляете. Я представляю новое, вы не слышите. Это навозная куча. Там нет одного квадрата сельхозугодий. 200 лет там навозная куча. Ну, допустим, вот стоит дерево, показывает. Три дерева. А это они не мои, возле деревни. Я приехал. Я залез туда, на дерево, и смил себе гнездо. Я занял землю или нет? Ну, как занял-то? Она занята, дважды она не может земля. А так люди строят, сейчас в интернете показывают. На деревьях, туда лесенка где-то. Я доказываю. Придите, посмотрите. Там огромные ямы были, бульдозер рядом, телятники, коровники, свинатники. Туда все грудили, грудили. И мы разровняли, сколько, и там 64, кажется, дерева. Кто-нибудь еще у меня, и в России, это там, посчитал, там как оазис какой, занимает 0,09 гектара. 9 соток. Там, вообще, разговаривать не о чем. Что это такое? Как будто кто-то за столом играли в карты и проиграли. И поэтому, любыми путями, иначе счетчик лечит. У меня такое представление, иначе зачем бы. И все говорят, где я был, заходил здесь, ну, справедливая Россия, а ему зачем это надо? Я пошел к новому губернатору, и тебе, а зачем это он делает? Я говорю, люди говорят то, что ему показали. Генеральную прокуратуру послали. От Путина послали на генеральную прокуратуру второй раз. И тебе разобраться. А разобраться куда? В местную прокуратуру. А местная прокуратура дала ответ, я посылаю везде ответ, они не едут. Они отписки только дают. Я прошу всех помолиться, чтобы Господь сохранил. Теперь называется, называется музей, в скобках, комплекс для бедных лагерей. У нас в стране насчитывается по разным подсчетам около трех миллионов беспризорников. Мы без помощи государства там были, вот они восемь лет отбыли. Срок свой. Одни дроби-то сколько у меня были. Бесплатно. От государства ни рубля, ни постройки, ничего. А кроме того, вот нынче даже дал я клич это, ты с Украины были, и они за билет не платили. Из Испании прислали деньги. Мы хотим, чтобы люди занялись, это потенциально наши клиенты беспризорные. Ко мне из детдомов привозили. Повторяю, 45 лет. В среднем всегда было 108-109 человек с обзорослыми. Умножай. Вот если тысяча лагерей, значит уже заметно будет где-то. Эти дети, которые никому не нужны в страшных условиях, раз братья живут, над ними издеваются взрослые, они достойны прожить по-человечески. У меня задача какая стоит. Значит, вам это не нужно. Я себе ничего не прошу, везде показывают. Я рассказываю, как, вот оно строение такое, еще там сплетено, замазано. Люди были, жили, и они находили несоответствие санитарным нормам. Это правильно. Несоответствие. Вот сейчас я уезжал в Санкт-Петербург, санкция, прислала комиссия, два человека. Потеряевку. И это все заснял, будет стоять в следующей неделе. Я говорю, а что они хотят? Я когда зашел, сразу мне сказали, быстрее туда приехали. Я начал снимать. Я начал снимать. А почему снимаете? Зачем снимаете? Это наша история. 330-й пункт Уголовного кодекса привлекает к ответственности их, если они мне запрещают. В стране у нас только пять мест, где запрещено снимать. Первое. Когда объявлено, что закрытое совещание Государственной Думы. Ну, оно потому и закрытое. Второе. Снимать военные корабли из военных кораблей. Там иностранцы. Третье. Таможенная территория. Таможня. Это тоже все понятно. И это правильно сделано. Дальше. Электрификация, где министерство. Там внутри нельзя. И кажется, газификация. Все. Больше нигде. Никто не имеет права запрещать. Милиционеры меня останавливали, то другое. Я говорю, я называю статью Уголовного кодекса и гражданского кодекса. Он сразу отступил. Уголовный кодекс. Но когда входить в Сталин, он говорит, ну здесь нельзя. Я говорю, здесь нельзя. Мы сразу свернули и убрали. То есть, никто нигде не запрещает. Я в прокуратуре там был и все снимал, они ни слова не сказали. В администрации мы шевелились. Я назвал им пункты, они сразу сели, они ничего не знают где-то. Я попутно это говорю. Мы нуждаемся молитве. У меня там друзья есть, потеряю, очень близкие. Сарафима Гавриловна. Я как чуть-таки бегу туда. И не Анила Алексеевна. Они пенсионеры. И вот смотрите, ничего не было сделано. А как молиться? Господи, вот этого нападающего, звать Максим, косни сердце его, осияй его любовью твоей, чтобы в судный день ему не пострадать. Прости ему, он не знает, что делает. Я написал, злодею, злодейский злодей. Писает, туда написал им. И в конце написал, неужели прокурор совсем в Бога не верит, что на суд Божий представать надо? Как вы можете ломать то, что вам не принадлежит, которое не занимает ни одного квадрата? Который дает пример. Люди приезжают из-за рубежа, говорят, наше детство здесь прошло. Ни одного, чтобы серьезно заболел, ни одного поврежденного, ни одного отравленного, ни одного утопшего, ни одного сгоревшего. Наше самое лучшее состояние, чем ваши миллиарды отпускайте на лагеря. И что там делается-то? Так. Я по маленьким делам говорю. Вы котенка помните? Паля у нас была. Она привезла тоже котят. И котенок сейчас глаза уже открылись. Кому надо будет котенка? Хороший, белый. Белый главное. Сама палевая, Паля, а белый. Кому? Он только-только открыл глаза. А у Бостки два. Надежда Васильевна, хотите прийти? Там вот так вот все, они уже бегают. 12 числа два месяца им было. Но одного она себе заказала. Так. Я вам все это засчитываю для того, чтобы подвигнуть вас на молитву. потому что один человек ничего не сделает. И когда говорят вот так, вот-вот и там сделал, то другое. Нет, ничего не сделаешь. Вот новый человек вчера зашел ко мне, второй раз уже у него и книги мои есть. Димитрий Лемеш. Ну, насколько интересный человек, малый человек. такое доверие Богу. Нынче какой-то особый год был, столько людей пришло, которые еще из наших ресурсов. Вот. Ютуб называется. С целыми семействами. Вот. Иврейская семья пришла. Вот это из мусульманской среды. А православных сколько? Это вообще. Ничего не знали. И теперь все со всех сторон. Отец, отец, какой отец? Духовно родили нас. Мы полюбили православие. А в православие-то что они находят? Так, Никита передает всем привет. Никита там работает. Ходит с баптистом. Потом православным. И сравнение делает. Никита Андреевич. Да. Никита Андреевич. Да. Никита Андреевич Колесников. На Украине. На Украине. Отношения сохранились хорошие. Я у него два ролика вчера спросил. Можно? Можно. Я говорю, мои любые бери. Как оно выходит? И говорит, вот у православных пришел, там можно уснуть. Как я? Как? Если ты дальше историю там, когда, кто, что? А Христе вообще нет ничего. На это и понятно. Рядом баптисты. Насколько интересно. Почему? По-русски. Понятно. Все. Почему нам это не перенять-то где-то? А уже ему как война объявлена. Одно слово тебя больше тут не будет. И он это все сейчас выставляет и видно, что страдает внутренне. А все говорят, Никита, только возвращайся скорее в Потеряевку, пока тебя там не задушили. Вот. Ну, как Бог знает. Но отношения сохранились хорошие. Говорит, вроде велосипед украли. Где-то там у него. У меня тоже ворвали. С подъезда. Вот. Это приветы, которые у нас были. Виталий Калинников был нынче. Тоже отношение хорошее. Нынче объявили конкурс на веб-мастера по сайтам. Ну, я в это дело встрелял. Наш сайт какой? Ну, за такого-то числа заявку сделать, после такого будут посылать. А прошло конкурс, это или как сказать, 16 человек. Меня на первом месте. Видимо, я первую подал. И теперь те, что они представляют, показаны, и я должен за кого-то проголосовать. Я посмотрел все еретики. Голосовать нет за кого. Ну, давай смотреть. Ну, более-менее Троицу признает там. Тогда я отдал сологуб, я говорю, с девятым номером. А если кто не голосует, значит, его сразу вычеркивают и все. Ну, у меня выхода-то никакого нету. А дальше они сделали как? Никакой комиссии определения нету, а за кого кто больше проголосует? Сами участники. Да нигде это не бывает. Если Олимпийские игры, другие, там кто-то замеряет, кто-то сидит, ну, кто-то определяет, а то никто не определяет. Мы, они там адвентисты седьмого дня, пятеро долларов. Ну, за одного проголосуем. Первая премия 500 долларов, вторая там 200, 300. У меня ничего нету. Православных слов. Православных. А я написал, что там это, у остальных-то даже голосовать не знаю за кого. если умножить на 100, размножить, может быть процент полтора моих, которые на нашем сайте. Сколько у нас есть, и даже никаких. Ну, я теперь говорю, а вот если бы мы где-то объявили, и веретики бы вот так наплывом были, вы бы им присылали первую премию, я бы беседовал с ними, говорил, объяснил, здесь ничего нету, просто нету, нету, и всего нету. Надо всегда примерять, вот я недоволен, что они так, а я бы как поступил, будь наше заделье такое. Ну, и вот все, теперь. Еще в печати мы так не договорились. Людина Степановна, бери на себя найти, найти или изготовить не больше. Вы мне последнее время вообще ее в руки даже не давали. Я захожу, не поставлю. Вы меня близко не подпускаете. Согласны, но доступа к печати никто не имел больше. Когда вы там больше никто не надо заказать новую. Остается один человек, разговаривайте. К Алексею загуляем, он раньше помогал готовить. Может быть он поможет. Чему поможет? Пойти заказать печать? Да, как бы поможете? По старой печати смотрите, какая сказать, вот такое сделаете. На каждом углу делаю, это дешево. Сделаешь? Сделать надо. Сделаю, конечно. Не давать вам нельзя было, потому что вы приходите и говорите там на руки не давали. на эту бумагу ставили и сразу заворачивали. Я не обвиняю, я просто не могу найти. А мы хорошие закажем, как у вас была. хорошие возможности. А такая, чтобы сама переворачивалась и сама обвела. Ну вот у меня практически почти все. Гаррию Александру слово. Закончили? Да. Соси Христос, Гаррию Александру. Слава Христос. Я хочу обратиться к тем, кто желает через интернет помочь в фонд наших детей Дробот. Пожалуйста, пишите сообщение детям Дробот или просто Дробот, чтобы я понимала назначение этого перевода, поскольку это же карта моя личная. Будьте добры, пожалуйста, не сочтите за труд. И немного отчета из того, что вы прислали, были деньги потрачены, я уже говорила, но еще повторю, потому что были еще на другие нужны потрачены деньги. Это купили одежду и обувь к школе полностью, все, что детям нужно было. По чеку мы все купили. Теперь это была канцелярия рюкзаки, Ване собрали пакет с продуктами, Сергей Павлович отвозил. Да, Сережа? Ты же отвозил. Вот. И еще немного в ремонт тоже вложили, в ремонт их дома. Полы, потому что нужно было утеплять, полы у них очень холодные. Вот. Доделали в зале или еще нет? Все доделали. На данный момент все срочно. Была сделана канализация полностью, ванная комната, там, салон, туалет. Все сделано. было здесь обшиты стены и полы утепленные, линолеум такой, в самом широком, толстым, линолеум. Посмотрим, как оно будет, тетло. Нет, я, конечно, думаю, что нужно цоколю утеплять, чтобы было тепло, строители лучше скажут. что, все равно какая-то толщина. Естественно. Он делал все строители нанимали. Конечно, нанимали. Там который Андрей там не участвовал, помогал. Я не знаю, работаю для Андре нет. Я нато Татьяна Кузьминична. Ну, я нато сказала, Татьяна Кузьминична, когда приехала, он спал, люди работают, он спит. Но даже если они делают одни работы, может что-то другое делать. Как сказал отец Аким, работа не в поворот. Он холодно к этому относится. Как бы не было жалко. Строители сами сказали, пожалуйста, чтобы он здесь не было. что он указывает. Здесь, где делают они, я еще раз повторю, здесь, где делают они его указания. Конечно, но его же дом и там работы можно снаружи делать. Утеплять там вот эти много можно делать, если руки есть. А если один желудок, Я благодарю всех, кто участвует в помощи. Робот, спаси, присоединив. Знаете, что некоторые люди должны понимать, что острые нужды сейчас нет. Потому что вот у нас есть деньги и там еще в копилке есть деньги. есть это на какие-то непредвиденные как вы надеюсь не трогать пока что на какие расходы это будет тратиться. это опять же обувь например будет сейчас дети растут какая-то одежда нужна будет. Что еще понадобится жизнь покажет. Спасибо. я еще добавлю что Надежда Васильевна где-то не видно сколько мешков гуманитарной помощи одежды привезли опять. Не надо? Там все есть. Прости он недопонял одежда 10 мешков осталось там там много очень новой одежды и хорошей то есть тех лет еще бытность Наталья приходит и я эти склады как начала там все мы убирать и там нашли мы хорошие вещи и я гуманитарку там раздала кому надо было еще там же в деревне а кому нет джинсы нет джинсов но просто блюки можно блюки есть ну все ладно значит здесь я привезла кое-что 4 мешка есть нужно их отвезти для церкви приготовила большие размеры блюки есть так чуть не забыл сказать батюшка когда поехал у него бумага я говорю что за бумага из епархии выдали ему бумагу батюшке тихо удостоверение московский партиархат алтайская метрополия лапкину и акиму тихоновичу выдается значит подтверждает то что у него отпуск с 27 по 26 все под печатью под судом и под следствием не состоит догматических ненарушений нет то есть везде может причащаться мы люди уцепились а вы уже перешли московскую патриархию нет это наши хорошие отношения мы не перешли и не перейдем и мой наказ на первом месте завещания никогда не переходить у нас ничего не будет сразу будет сдернуто мы просто сейчас им не до нас вы знаете от автокефалии когда попросили сейчас в Константинополь подняли там документы за 400 лет которые были и сейчас там такая идет битва с Иерусалимом устоят или не устоят и значит патриархам поминать не уже объявили поминать не будут этого варфоломея там кто у них есть все так что им не до нас за нами они смотрят внимательно глядят мне говорят вот у старообрядцев они люди несколько человек каждое утро они садятся и все ролики прослушивают смотрят подыскать под наших старообрядцев которые потеряевки с нами где-то были сидим разговариваем они все обставляют это старообрядчество это яма это слежка слежка та которая у них была где-то болезнь так что тоже смотри куда где кто и как сделать ничего нельзя он говорит а чем я миноват там у нас есть которые вот Андрей он прямо говорит я сразу отрезался больше ни разу не пошел и живет нормально а другие пытаются удержаться и что отлучают причастие все играют причастием во-первых незаконное отлучение падает на отлучающего они этого не видят второзаконие 19.19 и канонное это есть а дальше нигде не написано в Библии нигде нет потому что он не причащает и ты погибнешь что отлучить нас от любви Божьей скорбь теснота настоящее будущее ничто не отлучит не надо путать действия священника какого-то и отношения к Христу майор поэтому батюшка поехал с этим документом это очень хорошо я это приветствую что такие отношения и он уезжает наказывает если у меня что-то случится то чтобы священника спрашивает а кто он говорит батюшка там отец Сергий Беляев бывший секретарь он тут был вот но мы не переходим и никак то есть они батюшка не в совещаниях не участвуют наложить на его прещение они ничего не могут нам нам удивительное дал возможность трудиться при свободе о которой никто не помышляет и в нашем положении никого больше нету мы молимся о митрополите Сергии о его окружении господи Христос подожди у сестры Нины умер муж Виктор помните да сегодня уже и вчера молились о том чтобы Господь упокоил душу усопшего раба Виктора в обители своих небес вот то что Виктор Андреевич употребил слово раба это действительно так все вы знаете его по моим рассказам потому как мы уже давно имеем общение вот братское общение в нашем собрании и многие почти что я так не сомневаюсь что все знают моего мужа Виктора в нашем доме побывали многие вот Сергей сидит против он у нас был вот Надежда Васильна была Алектина была Лену не помню Валя была Валя была Татьяна Кузьминична была ну мне трудно сказать кто у нас не был и молодые вот их сегодня нет я думала что я скажу при всех это и все вот кто были в нашем доме все были приняты были приняты с уважением он всегда имел уважение к каждому человеку который входил в наш дом Виктор Андреевич у нас он там не был но все равно был и с ним вообще не имел даже Игнатий Тихонович у нас в доме был и батюшка у нас не один раз был но мне трудно сказать кто у нас не был даже дети маленькие когда были ныне я смотрю они уже большие уже вот у дроботов у кости то они малехонькие были у нас удивлялась Наташа моя сноха как они одеты наши дети как одеваются Наташа моя сноха говорила ребенка и вы сразу его так одеваете а вот с этого идет рождение в одном рано или поздно это где-то скажется в его сердце это все складывается потихоньку помаленьку и я вот когда думала о настроении в душе храма храм это наше тело это наш храм и вот этот храм он как бы складывался помаленьку помаленьку потихоньку потихоньку и вот это кирпичик за кирпичиком даже вот пылинка за пылинкой это наше слово это вот кто-то был оставил свой след в нашем доме оно у него все время помаленьку как-то складывалось и он мне поначалу он мне даже и возбранял, иногда даже и запрещал идти в храм. Я потихоньку, помаленьку, когда он успокоится, я потом скажу, Витя, ну я все же схожу, да иди. И вот так вот у нас был. А потом это у нас вошло в привычку, в правило, что я ухожу. И он знал даже, что в воскресенье придут только к вечеру домой, когда мы вот ходили по домам, по квартирам с благовестием. Ведь мы приходили уже в зимнее время, мы приходили темно уже. И он никогда мне не запрещал. И я благодарна ему за это, что он мне не запрещал иметь общение в собрании и в нашем доме даже иметь общение. И к нам ходили. Теперь, когда случилось, вот, когда он заболел. Когда он заболел, я поняла, что болезнь-то онкология, это не терпит никаких отлагательств. И до этого наши домашние общения с ним часто собирались на местописание о блудном сыне. И я его старалась всегда говорить простым языком. Не словом, вот, прочитаю ему, а потом рассказываю. Вот, не толкование, потому что он в толковании, он, наоборот, запутывался как-то. А когда я ему расскажу, вот, например, вот ты, вот ты заблудился, вот ты ходишь, и вдруг на тебя вот нашло. И на него такое действительно к нему пришло. И когда он свою жизнь оценил, обернулся туда, назад, и оценил все, что он делал, как он делал, у него только было, как говорит, ох, не о, а ох. Ох. И вот это вот, да, и вот это вот, ох. И он понял, что это вернуть-то ничего не, не, невозможно. И тогда я уже поняла, что надо уже теперь не так, вот то, что невозможно, давай мы туда не будем, надо обращаться туда, где еще у тебя имеется возможность. И вот это имеется возможность, она предоставилась ему, уже поезд уходил. Поезд уходил, но еще конец вагона еще был у него на глазах, и он, вот я так считаю, что это, ну просто милость Божья, произволение Божие было, то, что он нас отсюда из города выдернул, из семьи выдернул, где это, и мы стали отдельно жить. И вот этот вагон-то, уже конец вагона, он его увидел, и что ему срочно надо бежать и догонять, и может быть он успеет запрыгнуть в этот вагон. И он это понял. И вот это, благодаря вот Алифтине нашей, когда она мне про этот вагон рассказала, я тоже за него уцепилась. И, вы знаете, он бежал. И он бежал, и вот эти полтора года, они вот как вот, знаете, вот осияли его, как молния, вот блеснуло в его сердце. И он этим жил. И он жил тем, что, он еще когда крещение принимал, до него это еще вот глубина вот этого смысла, она еще не дошла. И я думаю, что она не могла в него войти, потому что у него вот такого покаяния, искреннего и тяжелого для переживания не было. а вот когда он внутри себя пережил, свои-то дела-то вот эти, и что это вернуть назад невозможно, и когда я рассказала ему, что у нас, мы своими силами не можем поправить вот это, то, что было с нами, это только можно сделать, совершить силы Бога. Иисус Христос это сделал. Вот ты в это поверь. И в конце концов, это действительно, он с этим согласился. И вы знаете, как он молиться не умел, он не мог, ну не было, он не успел этому научиться. Это ведь тоже, как надо время, чтобы иметь этот дар, его надо зарабатывать, заслуживать, и Господь щедро потом дает. У него это уже не было возможности. И он тогда только единственное, что вот так вот брался за крестик и вот так вот держал его. И держал, и держал. И однажды у нас случилась, ну, Евхаристия, какая Евхаристия была? Конечно, через нашего батюшка, отца Экима, который, как бы он не вошел, не был членом нашей общины, это официально на бумаге. А в самом деле, он жил жизнью нашей общины. Почему? Потому что он жил со мной. Мы с ним, вот на сегодняшний момент, мы немножко не дожили с ним вместе 47 лет. Мы 47 лет, вот двух месяцев нам не хватило до 47 лет. Это, конечно, имеет большое значение. Оно потихоньку, помаленьку, вот эти кирпичики, это домостроение, это складывались. И в последний момент, когда я увидела, и батюшка наш, отец Эким, его исповедовал, причастил во время Великого Поста. Он приезжал к нам домой, специально заехал, ну, и меня, поскольку я, ухаживая за ним, не имела возможности посетить храм, исповедиться. Я дома это сделала с отцом Экимом. Но вот это время, после Великого Поста и до последнего времени, у него не было такой возможности, поскольку там меня в храм не пускают и продолжают не пускать. Тут была такая возможность встретиться еще раз с епископом Всеволодом. У меня такая возможность дивным, прям путем, Господь считает, что вот то, что идет быстро, стремительно, невзирая на мои желания, например, и я даже об этом и не думала, и как-то вот набирает скорость оборот жизни и начинается вот энергично, быстро, стремительно идти вот то, одно событие с другим, и оно к чему-то приводит. Это вот так случилось у меня с новой встречей с епископом Всеволодом. Я с ним встретилась. Благодарю всех людей, которые так вот случились. Я и не собиралась, я даже шла, я ехала в храм, думаю, поеду в Ребриху, мне надо в аптеку, я заеду в храм сначала, помолюсь, это было воскресенье, а потом уже заеду там по пути и лекарства мужу куплю. И вдруг вот Алла с Таней на трассе меня проезжают, и говорят, мы едем в Павлус, мы тебя вот видели, это ты стоишь на трассе, Нина Александровна? Я говорю, да, я стою на трассе. А куда ты едешь? Я говорю, во храм в Ребриху поеду, я еще там не была, думаю, первый раз, может, не выгонят. Да мы вот из Клочков сейчас выезжаем, поедешь с нами, а вы куда едете? А мы едем в Барнаул, до Павлска, доеду с вами, там пойду в храм. Я не знала, что там Всеволод, я не знала, что там у них архиерейская служба идет, приезжаю туда, в храм прихожу, там вообще пусто. Что случилось? Я спрашиваю, а что, сегодня нету службы? Там киоскерша сидит. Есть служба. А где? А в этом, на римзаводе, во храме. А как туда попали? А здесь? А там архиерейская служба. Я говорю, а кто у вас? Всеволод? Да. А как мне туда добраться? Вы мне не подскажете, как уехать туда? Ну, пап, вот автобус, вот тут-то, тут-то выхожу. Они мне объяснили, как это, выхожу оттуда, из этого, из их нового храма, на трассу. Думаю, где мне автобус найти? Не знаю. В Павловске. Ой, да сейчас вот любую машину остановлю, такси-то же. Сейчас вот, кто остановится, с тем и поеду. Махаю. И он сразу остановился. А вы знаете, на римзаводе храм, ну, я таксую. Я говорю, довезете меня? Довезу 100 рублей, я ему сразу достаю, отдаю срочно. Он меня туда отвозит. Езжаю. Служба закончилась, уже все вышли. Ух, я туда опоздала, все. Вот отец Александр бежит, все бегут, там что-то все спешат, что-то делают, но архиерей приехал же. Это же, знаете, как важно, это действительно важно. И батюшка, я к нему, отец Александр, благословите меня. Я вот, а он говорит, я не могу, вот архиерей здесь, идите к нему, я при нем не могу. Я говорю, а как мне его найти? Вот, а он идет мне навстречу, его сопровождают люди там, он идет, я к нему, благословите, ну, на общении с архиереем, я просто так, не могу же подойти, благословите. Он меня благословляет. А что вы так опоздали, это, Владыка, я так добиралась до вас сложно, я и не собиралась вообще туда, добиралась сложно. Я говорю, Бог знает как, я даже сама не знаю, я говорю, Бог знает как, он говорит, да, Бог знает. Я говорю, вы помните меня, я та женщина, которая в клочках на улице молюсь, а он уже меня благословил. Я же подошла через благословение к нему, он меня благословил, я реально это благословение получила. Это, это диво, это, знаете, удивительное. Вот как бывает так, я реально получила благословение, оно через меня прошло, я даже почувствовала физически, вот не то, что духой, я даже физически это ощутила. Ну, я хоть же следом говорю, вы помните, я та женщина, которая на улице, в клочках-то, я говорю, из клочков ехала так, к вам сюда вот, и вот опоздал, ну, я говорю, бог знает, как я ехала, о, клочки. Задумался, да? И знаете, он сразу изменился, молча повернулся, вот так, ко мне спиной, и пошел от меня. Ой, вот тянула. Спасибо. Я осталась стоять на этой дорожке, и такой теплый дождичек был, летний такой, морозящий такой. Я стою на дорожке, и думаю, что случилось. А благодать-то, она трудится, и вдруг вот такой был всплеск радости. Вот у меня был такой всплеск радости, что я не с ними. Да. Вот вы знаете, а то я бы была тоже глухая и немая. Да. Вот это точно, вот сто процентов даю сейчас, вот мне просто Господь открыл, что я не хотела, я этого не ожидала, и вдруг не открылась. Как хорошо, что я не там. Какая радость, какое счастье, что я свободная, я имею возможность хоть где остановиться, хоть кому сказать. Я когда говорю, люди меня слушают, я когда с ними вхожу в общение, они стоят, слушают, удивляются и говорят, никто меня за православную не считает. Сразу спрашивают, а ты откуда? Вызывай меня матушка. Из какой секты? Это нет. И, наконец, один мужчина у нас в клочках. Не считают за неправославную или за... Ну и Сережа... Вообще не могут понять, кто это. Закончи тогда, спрашивайте. Православная, неправославная. Тут это уже не звучит. Я всегда, я вперед ставлю не слово православное, а я вперед ставлю слово христианка православная. Вот. И потом, вот недавно я слышала уже в деревне, женщина одна говорит, встретилась тоже так, мало знакомая, я практически там никого не знаю. И когда она дома, говорит, муж у меня, говорит, пришел и сказал, да я, говорит, там вот встретился в аптеке, в нашей уже там, там женщина, говорит, была вот та, матушка, говорит, с Лебяжинской улицы. А она, говорит, она мне-то говорит, матушка. А я говорю, я не матушка. Ну как не матушка? А он говорит, я, говорит, у нас в деревне знаю только, когда, говорит, верующую, он говорит, я знаю только одну у нас верующую деревню. И на меня показывают. Это, конечно, я благодарю Бога за это, что оно тоже потихоньку, помаленьку складывается. И вот так наступает день, когда однажды, это было 15, это случилось 14 августа, я вышла в огород. Я очень мало оставляла Виктора дома одного, потому что он нуждался в моей помощи практически постоянно. И даже дома по хозяйству, я куда вот лето, даже в огороде ждела, я же должна и о плоти подумать. Я вышла и думаю, ой, я наверное уже минут 15 как вышла, что-то прям мне кольнуло, мне надо вернуться домой, посмотреть что-то. Я прям бегом забегаю, помогите, слышу едва, помогите. Я заскакиваю к нему в комнату, он лежит поперек кровати, голова спустилась, он уже посинел, глаза закатились и губы посинели. И едва, едва, говорит, помогите. А он как-то повернулся, упал поперек кровати, что и туда отдохнуть он не может, и все, передать. Я его скорее затащила, для себя сразу, какая я, как я увлеклась работой. А он-то, для себя вывод, сразу делаю вывод, что я наделала. А вот так вот, помнила смерть не за горами, а за плечами, как у каждого из нас. А в этом всегда надо помнить, я убедилась, что делать. А он давно не исповедовался, это только в пост, в великий пост тогда. Так это же весной было дело, а нынче уже лет к концу подходит. Ой, что делать, куда мне с ним? Я сразу батюшке позвонила, батюшка, что я наделала? Виктора-то надо срочно исповедовать, причастить-то. А вот так вот, и что тогда? А он говорит, Нина, я сейчас не могу, потому что у меня машины-то нету. Позвони в ребриху, поговори с отцом Александром, Олегом, он поможет тебе. Хорошо, батюшка, некогда даже разговаривать. А когда Олегу, у меня же телефон надо искать, да все. И думаю, зачем я коллегу, он меня не знает, я его где-то мельком только видела. А с отцом Александром в Павловске я все же несколько раз к нему ездила на службу, он меня приглашал, приезжайте. И вообще вот я поняла, что с этим священником можно решать вопросы. Он как бы адекватно, и причем он, даже вижу, что он старается помочь. Он сразу ищет, к чему он может помочь. Думаю, я это, несмотря на то, что вот на мои письма никто не отвечал, все же два письма, это к нему же, к отцу Александру. А он же сам не может, у него есть архиереи, он же через архиереи, там тоже надо понять их. У него трое детей, что тут непонятного. И я думаю, так я вот к Александру позвоню. Позвонила, батюшка, вот у меня вот такая беда. Не дай бог, я говорю, я вот сейчас застала вот это в таком состоянии. Не дай бог, он уйдет. Я себе никогда этого не прощу, что я не позаботилась об этом. Вы знаете, я говорю, отец Александр, может вы мне кого-нибудь пошлете там из священников. Даже вот нашего Чернодарова, который у нас тут служит, Игоря, а ныне он не Игорь, Спиридон. Я говорю, Спиридона, может быть, пошлете. Я говорю, мне не важно, что он меня не пускает в храм, но это ваш священник. Пусть он приедет. А он говорит, Нина Александровна, нет, он говорит, Нина, кого я вам пошлю, я сам к вам приеду. И он, я говорю, а когда вы сможете приехать? Он говорит, да сегодня же и приеду. И он где-то близко к обеду уже, он приехал, наверное, в 12, так в первую часть. Он уже приехал. Он приехал сам на своей машине. Я его встретила, он меня там дорогой спросил, а как вас найти? Я говорю, у нас табличка на доме, вот такая-то, такая-то, вот тут останавливаетесь, я вас встречу на улице. Я его встретила, он прошел, когда подходил, зашел только на крылечко, и вот у него такой, я вижу, что он что-то замешкался, разувается на крылечке, на коврик ставит. Я говорю, отец Александр, проходите, не надо. Нет, он понял. Вы знаете, вот это мелочь, вот кажется, но я поняла, что человек воспитан правильно. И он разулся, прошел, зашел, посмотрел, все. И, а где он, я его провела в комнату, он стал, ну, свои дела раскладывать, все. А я говорю, батюшка, а вы мне разрешите с вами помолиться, молиться за него? А он говорит, обязательно даже. И мы молились. Молитва была такая, скажу сразу, что это было приятно молиться, это было хорошо молиться. Виктор лежал по струночке, он уже не вставал, он лежал по струночке и все слушал, он внимательно слушал. А батюшка, ну, дошли до этого места, когда мне надо было выйти, он мне говорит, Нина, вы выйдете, я вас потом приглашу, когда можно будет это. Я их когда оставила, вышла туда, в комнату большую зашла, они тут свои дела делают, А я там на поклоны земные, а я там на поклоны земные. Это было не воскресенье, такой день какой-то, я не помню. И когда он меня пригласил туда, я зашла, он его причастил, после неисповедения он его причастил. И потом он сказал слово, слово напутствие. Какое он слово сказал для него важное. Я запомнил эти места, важные для Виктора, и он их слушал. И потом, когда батюшка закончил ему эти слова, говорит напутствие, и говорит, Виктор, дорогой мой, я для вас еще раз повторю вот это. И сказал, я вижу, что вы молиться не можете, но ваше сердце, у него в руках была, ну, госслужебная книга, он ее открывает, говорит, ваше сердце перед Богом. Вот как перед нами вот эта открытая книга, мы ее читаем, вот так и Господь читает ваше сердце. Вы ему откройте его, и он каждую страничку увидит, он знает наперед все, что там в нем написано. Вот это сердце откройте для Бога, и он будет каждую нужду вашу решать самостоятельно. И вы только помните всегда одно, что мы, люди, своей силой не можем бороться с нашим врагом. Грех. А грех – это дьявол. Мы с ним своими силами не можем. И вот Господь своей силой это делает. И помни, что ты не один. А вот сила Божья с тобой, а он причастился, она с тобой, она здесь, она всегда тебе помогает. Ты это всегда помни. И даже, и я сегодня, когда шла сюда, позвонила ему, отцу Александру, сообщила ему, вот так и так. Он говорит, вы мне напомните его имя. Я ему напомнила. Я ему очень благодарна. Я его поблагодарила, и он попросил, может, воздохнуть. Он говорит, обязательно будем молиться. И, в общем, вот так вот. Позвонила нашему батюшке, когда Виктор уже отошел. Мне очень хотелось позвонить пораньше, но время было у него там ночное. У меня утро там ночное. Я не стала беспокоить. Но у нас вот в 12 часа там как раз вот утро. Я ему позвонила. Он говорит, а мы как раз собираемся куда-то, в какое-то место. У нас тут, говорит, присутствует священников. Мы обязательно будем сейчас же будем молиться. Мы, говорит, сейчас вот отправляемся и будем молиться. Это наш батюшка сказал. Так что Виктор не остался без молитвы. Но когда он начинается же в смертельной агонии, это, конечно, страшно. Вот, как сказать, страшно. То, что все, мы расстаемся, прощаемся. А он перед этим сказал, до этого он уже очень трудно было разговаривать. Он почти что не говорил. И сказал, прости, прошептал и прощай. Два слова. И когда мы, у него начиналось вот это, это было по 21, 20, то ли 3, то ли 7. Я как-то вот от во мнении последнюю цифру не помню минут. Было 21, 20 с чем-то. Я его вот так вот держала. И мне сразу вот это, говорю, Витя, ты помнишь, что мы своей силой не можем бороться? Это уже первая борьба с кем? С врагом, конечно. А мы сами не можем. Помнишь, что надо силу Божию призывать? А какая это сила Божия? Крест Христов. У меня сразу Игнатий Тихонович в глазах стоит. Как он нас учит? Отбивайтесь крестом Христа. Его, помните, даже вот забыли что-то, не помните в какой-то момент, ничего не можете сказать. Только скажите одно слово Христос. А второе слово, если вдруг есть возможность сказать, кровь. И уже будет. Вы знаете, когда я так сказала, говорю, Христом только надо отбиваться. Его кровью. Мы-то грешные, конечно, но я говорю, и отойди от нас, Сатана. Твоей власти над нами нету. Над нами власть Христа, его кровь голговская. Вот у нас, вы знаете, сразу все отскочило. И ненадолго. Он снова начинает наседать. Я снова говорю. Повторила. Но перед этим, вы знаете, вот еще одну минуточку, вернусь назад. Я сидела, слушала проповедь Игнатия Тихоновича. Она мне вот как-то в тот вечер попалась на тему. Мое любимое слово попалось вот в этой проповеди. Это даже не проповедь, а какое-то огромное по емкости поучение. Отец Вечности. Это Исайя 9, 6. И вот это вот Отец Вечности, вот оно мне так мягко легло в свое время, когда меня не пустили во храм, это было рождественское, это Рождество Христово, это было год назад примерно. Ну да, ну Рождество вот это было не этот год, а еще тот год. Но меня же не пускают. А я когда готовилась и думаю, вот что бы я вот сейчас встретился, вот что бы я сказала тому человеку, который бы не встретился, надо что-то дать. А что же дать-то? О, пирожков накладываю. И когда наложила выходить, и вдруг сразу, а пирожки-то кому-то не нужны-то? Правда я их положила. А что надо? Надо слово готовить. А у меня времени уже нету. Когда готовить? Сажусь прям в одежде. А что написать? Открываю Исай мне сразу. Да Исайя надо вот эту, 6 стих, 9, 6. Открываю, беру вот прям обыкновенный лист вот этот стандартный и фломастером пишу этот стих. И когда дохожу до этого места, отец вечности. Вот вы знаете, если бы вы знали, как мне было хорошо, как мне было приятно, какая была радость. И я с этим листом пошла. Пирожки дома оставила. Испеклись другие. Слово. Слово, оно идет впереди. Я пришла, конечно, мне слово было сказать некому. Я взяла и под этим, там эта палатка изображающая, это хижину, в которой родился Христос. И я под, и эта картина, и я под нее туда снегом прямо, и этим закрепила это слово и ушла. Наутром прихожу, вижу, свет туда идет. Этой бумажки уже нет, и листа нет. У батюшки отцу, я кем позвонила, говорю, батюшка, ну нету, наверное, кто-то взял. Но кто, вижу, что и свет, как раз вот метель такая была, и свет еще не занесенный во храм. Я думаю, ой, ну вот это по назначению пришло. Это слово пришло по назначению туда, куда и надо было пришли. Ну как там читали, читали или спрятали, ну не знаю, там этого не могу ничего сказать. И вот знаете, вот это, и когда я дошла до этого места, Игнатия Тихоновича слушала, а время-то вот как раз вот то, когда ему надо было, вот сейчас начнется. И вот где я сидела, на рабочий столик у меня в моей комнате, в уголке я вот так, как шарахнула что-то мне, то ли в угол, то ли в окно, я даже не понимала, ну где-то вот такой взрыв какой-то прям, бух. Я как подскочила. Я испугалась, думаю, ой, наверное, приехали, вы знаете, нас уже там по свете, сейчас скажу кто, агенты, которые вот организовывают ритуальные услуги. А я же этого не знала. И уже он к нам даже домой заходил, я не знаю, он зашел, ну раз зашли, вы проходите, вот я его не пустила дальше. Он так разговор это со мной вёл, вёл, и я поняла, что-то он вокруг моего Виктора-то, а я говорю, он вам зачем? Ну вы можете вот курточку ему купить. Я говорю, нам не надо курточку, мой муж очень болен, но я вас не могу сейчас проводить к нему, я вас не пущу. А он, ну может посмотрите. Я говорю, нам не надо. Ну ему, он информацию получил, ему больше уже ничего не надо, он полыбался и пошёл. Очень так вижу, что это не деревенский человек, вижу, что это это. И он ушёл. Я села, так подумала, подумала, и сыну позвонила. Миша, вот такой-такой человек, а перед этим я с ним уже разговариваю, сынок, что-то опасное такое, что-то крутится возле нас. Я боюсь одна, надо опасаться. И что вы думаете, кого опасаться? Да людей. Людей опасаться надо. И когда вот это он, перед этим, только вот дня за два об этом поговорили, вот он этот человек и явился к нам. А я ему звоню, сынок, вот так и так. Я говорю, не знаю, кто-то был вот такой вот. Вот я боялась, я позвонила соседям, у всех спросила. А он ещё мне сказал, да мне вот люди сказали, что тут пожилые люди живут, и что вот им это надо, может быть, эти курточки. Я давай к соседям, кто и позвонил, к другу и позвонил. Вы вот говорили, были вы, никого мы не видели. Я сыну, сынок какой-то приходил, с курточками сказал, у самого ничего в руках не было, я не видела у него курточки никакие. А он говорит, мам, да ты не переживай, да это агенты работают, вас, значит, информация на вас уже продана, и вас уже ждут, когда там будет финиш, и уже это, готовятся уже вас, всё, проводить, деньги готовь. Мам говорит, деньги готовь. Наталья Наталья, ой, и я вернусь к этой, отец вечности. Я вернусь к этому, когда я это услышала, я соседке звонил, Полина, посмотри, пожалуйста, в окно, темно уже, я боюсь к окну даже подойти, может, там кто-то ходит, ты увидишь, там кто ходит, если, ты мне позвони. Она звонит, а что я ей сказала, говорю, да вот сидела в уголочке, там проповедь слушала, как мне загремела в этом прямо где-то возле меня в углу где-то в это она вот ну все сейчас посмотрю посмотрела звонит нет никого нету и она она то поняла что это было она знает она знает что у нас в доме и говорит нина да ты не переживай ты видишь ветер на улице это где ничего не оторвалась и может быть не переживай ложитесь и спокойно перед отъездом вчера сказала я сразу догадалась что это было я рыбалин ты когда мне сказала что никого нету я вернулась опять в эту комнату и до меня дошел смысл то и я прям все бросила выключила проповедь и бегом к вити подбегаю а у него началось и вот этот отец вечности вот это вот открытая книга сердца вот это вот многие вот эти вот маленькие кирпичики кажется маленькие поэтому другой раз сюда залетит а отсюда вылетит не надо чтобы вылетала надо чтобы она залетала а не вылетала и как мне это потом помогло вот в этот момент когда это целый час шла борьба и он он только за меня хватался вот так мне тут тут опечаталась и вы знаете вот по всей жизни он всегда верил в то что я ему всегда помогу вот в такой вот у него так сложилось вот такое сознание что он полностью полагался на меня вот не я на него а он на меня если он не скажет я всегда его люблю видно безвыходных положений не бывает давай чего-нибудь придумать давай что-нибудь будем делать вот это вот это и начинает это все приходит опытно и и все потом дальше получается и дальше получается все было в нашей жизни вы помните я говорила бурная жизнь была на каком-то времени мы должны были разбежаться не могла мне было тяжело было и и было все я всегда думаю что пить невозможно бросить курить невозможно бросить но был складывал так обстоятельства я верю что это бог потому что эти это не на зло не на уничтожение она созидание это любовь божия и однажды он ни с того ни с сего отпустил меня вот в лагерь потерять стиль потом если судьба сложилась наша так что он сам туда приехал но туда поехали а туда нельзя курящему он за два дня до этого бросил дома курить там испытания у него были такие сложные благодаря вот вот володе который сегодня сымает на камеру он к нему подошел когда володя раскладывал костер а там уже один там были журналисты у нас в это время потому что к крещению готовились и дал ему один сигарету а другой о чем прикурить то и он пошел по воде на костер а володя ему сказал а я знаю зачем вам надо спички но я вам их не дам потому что вы пойдете в ад и вы меня с собой потащите а я не хочу туда вот она мелочь правда казалось бы мелочь ну что там володя сказал ваш другой даже не услышал бы а ему это как-то легло и это его укрепила в том что это когда он будет я тут кармашку у него достаю сигарету то она вся мятая все он туда в костер-то и выбросил все курение закончилось с питьем точно так же все закончилось бросилась а дальше чем-то надо занимать он часто ко мне он всегда меня слушал я ему всегда говорил целые проповеди и он это слушал и я так я думаю что ну послушал да и все у него нигде нету нет слова божие тщетным не бывает мы в это верим что это так и вот в этот момент этот час бы в этот час борьбы это все все пришло и все это было только в нашу пользу ушел он из жизни христианином и борода за это время у него отросла он ее однажды носил и потом это но к этому за это время пока он болел а кто ему будет господь его положил он сам уже не мог кто не мог другое не мог и он вышел чистым христианином красивый край это был божий подвиг это не наш был подвиг и когда вот и на днях прямо там что-то такое было что на священника в клочках там подали какую-то жалобу и рассматриваю почему-то в администрации что-то там это и одна мне позвонила что а ты пойдешь я думаю как я туда пойду я уже знаете можете я бы пошла чем не так делать это я у меня другие есть дела важные но это был прямо перед концом когда с батюшкой смашки с моим отцу мальки мне советовалась по поводу это так и так я какой-то там отчет да все он не напомнил суворова и говорит не на твой отчет уже идет к богу ты уже отчитывали всего слова сегодня читали об отчете это что надлежит каждому дать свой отчет мой отчет пошел надеюсь к богу и в заключении хочу сказать что он у нас сейчас благодаря вот помощи брата там его сотрудников определили его морг краевой больницы дело в том что суббота воскресенье выходные дни дали там документ нам далее нам приблики в поликлинике нам очень хорошо помогли скорую помощь нам тоже хорошо помогали я им очень всем благодарна я даже была у заведующего поликлиники и он так меня выслушал с большим вниманием и первый раз в жизни может быть даже он увидел человека меня там когда видит всегда на меня везде обращает внимание потому что я и дома и куда пошла я всегда одеваюсь по-христиански это людям бросается в глаза конечно меня там приняли и и он мне очень хорошо помог заведующий но воскресенье и что делать мне по сказали что вызывайте скорую они вам привезут документ такой какой они дают здесь по их местным условиям не это дали документ по нашим условиям здесь не подходит нам придется понедельник еще до решать этот вопрос вот решим и вот мы бы хотели то в понедельник похоронить слава тебе господи как я благодарна он вперед меня решает все вопросы я еще только думаю а уже вопросы решены тогда раз мы будем в понедельник будет похороны мы уже людей у нас родственников много мы всех уже я сама никому у меня силу нету отобещать я правда я за это время обессилила потому что много мне пришлось потрудиться вот физически это я обессилила просто физически ну сын-то поможет поделать а я бы зачем делала себе там родственники отдыхайте так она молитесь мне сейчас тоже будет оставляет такую возможность чтобы я отдыхала и ни о чем не заботилась заботиться души стёпа вечером мы долго с ним сидели у нас стёпа очень переживает плачет вот это слезы мьются и он все рассказывает как он с дедом и сколько он не он правда ему всегда помогал все это как-то стараться и говорил вам я понял как я мало ему времени уделил мне хотелось бы больше теперь я понял что мне надо было бы больше и вот раз так я вас уже теперь приглашаю на понедельник точно я приглашаю понедельник всем дозвонимся опять в понедельник значит в зале прощания будет прощание я вас приглашаю прийти почему потому что среди наших веру родственников вы не найдете верующих не увидите может быть кто-то там как-то по-своему у них у всех по своему я вас приглашаю быть представителями христа на этих похоронах на этом прощание дальше приглашаете кого священника я думаю это через вас сделать там в краевой священник есть обязательно не у нас будет это в другом месте будет в другом месте мы решим этот вопрос уже после мы решим да решим это решим это уже мелочи остальное я считаю что пошли на священника батюшка во всяком случае мне когда выезжал наш батюшка отец иаким сказал вот отец сергий беляев вот отец сергий фисун вот вот в этом храме вот это отец вячеслав у нас вот у меня сориентировал куда я могу сейчас встретимся селена михайловна еще говорим обговорим это все это уже второстепенно это главное дела решены я вас вот куда приглашаю чтобы мы показали лицо лицо верующих православных христиан коротко все очень коротко братья и сестры хочу попросить об обращении мама ее кладут завтра на операцию рак опухоль будут удалять чтобы она не ушла тоже из этого мира не примирившись с господом она маленько начала татьяна трепетать пошла 40 уз заказала по храмам подстояла какой-то молебен 40 минут вот но пока это все такое мирское и да чтобы это коснулось действительно что уже звонок верь позвонила еще еще от воды и духа когда рождение идет они говорят вода это там слово божие а сами в этот момент крестят только не так погружают а вот опрокидают все причем поэтому надо было первым делом сказать а вы зачем тогда воду человека толкаете и все музыка не в воде не прикасать ну про молоком то в разговор не шел там же другие были другие с другими он беседовал не с молоками завершаем Валентина Арифина мама моя передает всем поклон поздравление молодец на трапе заставайте спасибо достойно есть всякого истину блажитесь я благородицу призна блаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувим и славнейшую без сравнения с серафим без искрения бога слова родшую сущую бога родицу тебя величаем защити родину на господи защити родину нашу от нашествия иноплеменников от внутренних распредель от беззакония которое в тайне останови делающих зло просвети правителей стороны нашей чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити людей не познавших тебя обрати к истине чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца священники которые не служат тебе как должно пусть покаются в внебрежении своем и проповедуют смело и инославно об иисусе христе господи праведные суды твои над россией за то что оставили тебя из слова твое изреченное в святой библии прости нас господи владыка жизни что сокрыли имя твое бог и егова дух святой да на право да наставит нас не признавать никаких иных богов во пияв а воочи господи научи нас семикратно в день прославляй тебе за суды правды твоей тебе хвала слава честь и поклонение пресвятая троица отец сын и святой дух аминь аминь спасибо христос оставайтесь на занятия на трапезу оставайтесь